Привет подписчикам и гостям канала. Яванский мох, возможно, самый популярный среди своих сородичей. Благодаря своей неприхотливости и быстрому росту, он получил широкое распространение как в любительской, так и в профессиональной аквариумистике. С его помощью можно создавать интересные композиции, обращивая им коряги, камни и другие элементы декора. Кроме того, он служит прекрасным убежищем для мелких рыбок и мальков. Впрочем, декоративная функция далеко не единственное назначение аквариумных мхов. Если вы занимаетесь разведением икромечущих рыб, вы знаете, как важно добавить мох в аквариум нерестовик. Он скрывает икринки от родителей, которые не привыкли заботиться о потомстве, и тем самым спасает от участи быть съеденными. Для этой задачи густой яванский мох с длинными стеблями подходит идеально. Условия произрастания яванского мха. Среди аквариумистов яванский мох ценится за свою жизнестойкость и пригодность к выращиванию практически в любых условиях. Лучше всего он чувствует себя при температуре воды от 22 до 27 градусов. Допускается и ее повышение, примерно до 30. Поэтому в тропических аквариумах этот вид приживается без проблем. В более холодной воде колония мха также выживет. Но в этом случае рост практически останавливается, а листья теряют свою яркость. То же самое происходит и при отсутствии освещения. Если вы хотите получить пышные зеленые заросли в своем искусственном водоеме, позаботьтесь о наличии яркого источника света. Подсветка особенно важна аквариумным мхам в период укоренения. Без нее растение просто не сможет развить сеть ризоидов и надежно закрепиться на поверхности. Из-за отсутствия корней этот вид не способен получать питательные вещества из грунта. Если вы хотите как можно скорее адаптировать растение к вашему аквариуму или в минимальные сроки создать эффектную композицию при помощи яванского мха, увеличьте освещение. Световой день должен быть не короче 8 часов. И добавьте небольшое количество удобрения прямо в воду. Отсутствие в аквариумной воде взвеси и посторонних примесей, пожалуй, единственное действительно важное требование, необходимое для существования колонии яванского мха. Все питательные вещества могут поступать в растения только через листья. Если эти листья забиты налетом, состоящим из микроскопических водорослей и мелкого мусора, поступление питательных веществ прекращается и растение может погибнуть. Предупредить появление налета можно с помощью синтепонового фильтра. Если же он успел образоваться на некоторых листьях и стеблях, очаг поражения лучше немедленно удалить, отщепнув часть стебля. Размножение. Размножение яванского мха происходит очень просто. Для этого необходимо крупное, здоровое растение. Разделите материнскую колонию на части и перенесите сегменты на новое место. Расположите маленькие части мха на поверхности, где вы хотите их видеть, и закрепите при помощи обычных хлопковых ниток. Со временем нитки растворяются или просто скрываются под густым слоем мха, и образуется красивое, ровное, зеленое полотно. Всем спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok